Сезон поджогов сухой травы открыт. Палы фиксируются в разных районах области. Снег только растаял, а уже зафиксирован 81 поджог травы. Кто-то бросил бычок, кто-то жжет мусор, а в результате под угрозой жилые дома. Вот что творилось в поселке Новинки. Сначала загорелся сверху, вон от дороги. Потом с середкой, сразу прям горело. Потом вниз. Сразу в трех местах. На минут 10. Быстро. Быстро, прям быстро-быстро охватывал. Такой был огонь страшный просто. Очень густой, едкий дым. Машины даже останавливались, потому что было невозможно не проехать, ничего было не видно. Ладно, никто не расшибся. Если посмотрите, кусты вот эти, которые горели, не только трава, но и вышло все на кусты. Горят кусты, сильнейший ветер, дым валит на новинки. Непонятно, перекинется или нет. Ну, прям страшно было, мы в очаге находились. Смотрите, сколько. Есть бугор, черный. Все. Все. Вот. От самого верха, от самого верха до самого, до самого, до самого, до самого, до нашего города. До самого низа. Народу же много здесь живет. Наверное, может быть, там сигарету кто-то бросил, может еще что. Ну, не знаю. Сигарета так не быстро не загорится. Вот. Пошел бы дым какой-то. Ну, то есть сигнальная такая система бы сработала. А здесь просто-напросто уже вал пошел. Целевое, направленное действие. Преступное во всех отношениях. Кстати, за поджог даже неумышленной сухой травы могут быть наложены штрафы до 4000 на физические лица и до 400 тысяч на лицо юридическое.